Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. Своё особое мнение сегодня высказывает писатель Дмитрий Глуховский. Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала, вот как к писателю, к вам вопрос. Члены Русского ПН-центра и примкнувшие к ним журналисты, литераторы и так далее, подписали письмо с требованием признания несостоятельными итогов следствия, проведённого в отношении Надежды Савченко и суда, в результате которого прокуратура потребовала для неё жестокого, несправедливого и неправосудного наказания. Довольно длинное письмо, но суть его в том, что представители Русского ПН-центра протестуют против процесса Савченко. Вы готовы подписать такую бумагу? Знаете, я за всю свою жизнь ни одного письма ни за, ни против, чего не подписал. Стараюсь вообще воздерживаться от этого, но при этом моя позиция поделала Савченко однозначно. Это судилище, цель его пиар и представление того, что происходит на востоке Украины, выгодным для российской пропаганды ключе. Поэтому мои симпатии в этой истории совершенно не на стороне российского правосудия, если здесь вообще можно говорить о правосудии. Совершенно очевидно, что налицо происходящий на востоке Украины вооружённый конфликт, в котором Россия негласно является одной из сторон. И Надежда Савченко в этом ключе является просто военнопленной, которая должна совершенно по другим законам быть судимой. Если судимы вообще, а не как военнопленные, будучи взяты в плен, получить определённые гарантии своих прав. И правомочны ли российские суды какую-либо осуществлять над ней процедурные действия, следствие, имеют ли они право выносить приговор, должна ли она этот приговор исполнять? Мне кажется, с точки зрения международного права, здесь абсолютно проигрышная позиция у нас. Но не говоря уже о том, что это всё шоу, которое разворачивается для того, чтобы представить украинских военных, которые на самом деле сражаются за поддержание территориальной целостности своей страны, против ли просто сепаратистов, или против сепаратистов, за которыми стоит наша вооружённая сила и наш политический интерес. И они совершенно выполняют легитимную функцию. Почему мы какое право имеем арестовывать их силами в сфере службы безопасности, арестовывать их кадровых военных и подвергать их, обвинять их по статьям Уголовного кодекса нашего, учитывая, что фактически речь идёт о неправомерном нашем вмешательстве на вооружённом на территории другого государства, соседнем. И совершенно очевидно, что там те заявления, которые делал и Госдеп, и Европарламент, и всякие правозащитные группы, подтверждают, что наша позиция здесь очень уязвима. Но наша позиция, так сказать, она же транслирует. Это всё часть того большого реалити-шоу, который нацелен прежде всего на внутреннего российского телезрителя. Так и, в принципе, большая часть происходящего на Донбассе. — Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вы сказали, что вы ничего не подписываете. Это принципиальная позиция. Никаких писем не за, не подписывается. — Я не подписываю ничего, да. — А с чем это связано? Я объясню. Одно дело, когда человек не подписывает, когда он не полностью согласен с какими-то там текстами, не хочет примкнуть там. То есть, как бы, не всё разделяет. А с другой стороны, человек, который, что называется, не хочет себе портить биографию. — Нет, ну почему? Моя биография... — Не хочет неприятностей. — Ну нет, подождите. Вот неприятностей, мне кажется, что любое слово, произнесённое в эфире радиостанциях Москвы, попавшее в эфир телеканала РТВА и задокументированное, попавшее в интернет, оно ничуть не в меньшей степени может выжить по поводу обвинительного заключения. — Может быть, вы тогда просто не верите, что эти подписи что-то значат? — Во-первых, они ровным счётом ничего не значат. Во-вторых, это надо каждый раз, чтобы понять, кто и за что подписывается, надо очень вникать в суть вопроса, понимаете, вычитывать, понимать, кем это организуется, в чьих интересах это предпринимается. И даже иногда бывают благовидные предлоги, но люди, которые это организуют, не вполне чисты, прозрачны и так далее. Не в случае пен-центра, да? Петиция с пен-центра просто до меня не дошла, то есть, я не слышал ничего про неё. Но так или иначе, то есть, я в этом плане стараюсь от всех подписанных компаний держаться подальше. При этом не скрывая своего отношения и своей позиции по тем вопросам, по которым у меня есть какое-то мнение. — Ну, тогда разумный вопрос возникает. А были ли у вас какие-нибудь неприятности в связи с вашим мнением и позицией, высказанной публично? Ну, там, встреча с читателями вдруг не состоялась, порвало трубу. — Пока нет. Ну, то есть, было бы здорово изобразить из себя жертву гонения, но пока нет. И я считаю, что просто, видимо, моё мнение достаточно интересно и важно людям. Ну, что там, писатель какой-то, фантаст, что с него взять. На меня, наоборот, при власти Дмитрия Анатольевича пытались себя несколько приручить и пригреть. Там звали на встречи президента с писателями, с молодыми художниками. — Кстати, на такие штуки. — Нет, я не хожу. Я проигнорировал, там три было приглашения, я не ходил на них. — Что, вас даже не призывали стать доверенным лицом Владимира Пусина? — Меня звали в своё время в Совет по правам человека и звали в Совет по культуре при президенте. Ну, нет. Пойти в Совет по правам человека, это значит своим лицом, помочь им, своим именем, не то, чтобы у меня какое-то громкое имя, прямо скажем, помочь им продолжать устраивать шапито вот это. И, не знаю, своими какими-то высказываниями продолжать создавать видимость того, что кому-то в правительстве, в государственном оборате есть дело до прав человека. Как будто это не операция прикрытия, а действительно действующий какой-то орган. С тех пор, как Совет по правам человека призывает, например, не обращать внимание на достаточно радикальные высказывания определенных оглав регионов, так скажем, мне кажется, что этот орган себя уже чуть-чуть дискредитирует. Но, в общем, и всегда он особенно сильно и яростно за права человека не боролся и не ступался. Я в этом всегда видел попытки, вот есть какой-то парень, у которого книжки с большими тиражами, допустим, что он является для какой-то социальной группы лидером общественного мнения, для подростков, для молодежи. Давайте-ка его, на всякий случай, прикормим, наденем ошейничек на него, отблох, и будет есть с руки. Поэтому я старался в эти игры не играть. Ну, это же теория малых дел. Ведь есть очень многие люди, которые говорят, да, в целом, конечно, структура так себе. Очень часто... Ну, я спас трех человек, и я могу себе записать в актив. К сожалению, очень часто пропаганда теории малых дел исходит от людей, которые так или иначе, в общем, являются бенефициарами каких-то бюджетных распределений и так далее. Не знаю, там есть популярные блогеры, которые получают деньги от КамАЗа, например, при последствии с администрацией президента, пропагандируют эту самую теорию малых дел. Там, давайте, зачем там выходить на площади, зачем заниматься политической деятельностью. Можно помогать больным детям. Давайте просто там детям помогать, больным, или двор у себя уберем и так далее. Я-то буквально вчера или позавчера имел дискуссию на эту тему с одним своим собратом по Перу, так сказать. И он мне как раз тоже про теорию малых дел рассказывал. Дело в том, что, к сожалению, во-первых, я убежден, что попадая в систему, ну, нынешнюю, такую, как она устроена, идеалистический человек, думающий, что романтически настроенный человек, думающий, что он может эту систему начать менять со своего участка ответственности, столкнется с тем, что, ну, то есть, это как, есть целиком собранный пазл уже, да, и не хватает одного фрагмента в этом пазле. Но вот здесь у него должна быть обязательно выемка, а вот здесь обязательно должен быть пупырышек и так далее. Если ты пытаешься что-то другое вставить, то пазл не сойдется, и тебя с твоими попытками что-то на своем участке ответственности поменять просто вышвырнут в лучшем случае. А может быть, тебе твои пупырышки себе поотрезают, понимаете, и выемки зальют, зашпаклюют. Поэтому тут такая история. Система, когда она в целом выстроена совершенно с другими целями, задачами, да, и под другое заточена, заточена под осваивание ресурсов государственных, освоена, заточена под то, чтобы обеспечивать через всеобщую коррумпированность, лояльность, да. То есть, она на самом деле разумно устроена, система, только совершенно с другими целями. Ты приходишь в эту систему с желанием поменять мир к лучшему, и тебе объясняют, что если мы здесь не можем попилить бюджет, например, то мы вот в этом направлении мир менять к лучшему не будем. И у меня есть немало примеров перед глазами людей, которые молодыми, приходя в эту систему, достаточно быстро становятся циниками и переключаются со спасением мира. Я хочу сказать, что такой молодой человек, писатель, и так мрачно смотрит на действительность. Нет, ну... Вот здесь мы сделаем небольшую паузу. А потом продолжим особое мнение писателя Дмитрия Глуховского у нас в гостях. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях писатель Дмитрий Глуховский, который объяснил, что он не подписал письмо в поддержку Надежды Савченко, потому что, а, ничего не подписывает, и, б, потому что это бесполезно. О том, что все вообще бесполезно, вы уже сказали в предыдущей части. Неужели... Как я говорил, андат, разумометроли, все суще тленно, по-моему, или бренно, он говорил, да. Ну, в общем, да. Опять-таки, молодые люди, которые стали циниками, вы сами сказали, да, вот попались в тему, превратились, да. Вы тоже достаточно молодой человек. А знаете, что еще даже? А нет ли в этом ужасного цинизма в том, что все равно ничего нельзя изменить? Вот эти люди, которые все это делают, делают во вред стране, разлагают людей, там, не знаю, развращают общество, но сделать ничего нельзя. Это очень сложный вопрос, понимаете. Я изначально свою публицистическую деятельность, скажем так, да, и там, литературную вел, исходя, поскольку у меня книги в той или иной степени идеологизированы, несмотря на жанр, я исходил из того, что наш цивилизационный путь, он должен прилегать на Запад, да. Все свои скачки в развитии Россия совершала, когда она догоняла Запад, да, на версту отставаний после поисков третьего какого-то собственного, уникального, там, святого и так далее пути. И, в принципе, я считаю, что мы, конечно, должны являться частью именно западной цивилизации. Гораздо в большей степени мы близки Западу, чем Китаю, однозначно, и не говоря уже о каких-то более экзотических азиатских моделях. И в уникальности говорят обычно в диктатурах, да, там Боливарианский светлый путь для Венесуэлы, Чучхе для Северной Кореи и так далее. Весь остальной мир развивается в каких-то предложенных общих моделях, да, друг у друга так или иначе копируя какие-то элементы. И я считал, что хорошо для нашего народа и для нашей страны это следование Западному изоляционному пути с его уважением к человеку, к личности, с сохранением и гарантией всех прав и свобод личности, право на жизнь, право на, собственно, свободу, право на собственность частную и так далее. И в этом есть основание быстрого развития экономического и усиления политического могущества там для нашей страны, да. Если бы мы сделали ставку на личность, если бы мы сделали ставку на уважение ее прав. Российское государство и советское государство тысячу лет зиждилось на подавлении прав среднего человека, на том, что обычный человек был в рабстве у государства фактически, там, у монарха или императора, или коммунистической партии, там, и комитет государственной безопасности, или, да, абсолютное большинство людей находилось в угнетенном состоянии. При этом для них моделировалась какая-то воображаемая реальность, которая позволяла им примириться с реальными лишениями. Им постоянно были выдаваемы обещания некого счастливого завтрашнего дня, ради которого нужно было терпеть. Их запугивали, их вводили в состояние животного ужаса, в частности, там, 20-е, там, 30-е годы, да. Ну, за тысячу лет к этому можно привыкнуть. И мы за тысячу лет к этому привыкли. Моя надежда заключалась в том, что за те 20 лет свободы условной, да, ну, по крайней мере, беспризорности, которая у нас была, когда мы были... А вот интересно, свобода или беспризорность? Беспризорность. Государство было просто занято тем, что люди, случайно попавшие во власть, боялись, что скоро все это кончится, и надо было заниматься набиванием карманов вместо того, чтобы преслеживать за народом. Да, народ был предоставлен сам себе. И вот в результате годов беспризорной жизни выросло там 20-25 миллионов человек, которые от государства ничем уже не были зависимы, которые государству ничем не были обязаны, которые фактически считали, что то, что у них есть, это их собственная заслуга. Да, они не получили это в качестве дотаций, они государства не боялись, они забыли о том, что такое там страх быть ночью арестованным и так далее. Это выросла часть какого-то поколения. И моя надежда заключалась в том, что в какой-то момент, согласно пирамиде Маслова, насытився первичной материальной потребности, удовлетворив необходимости безопасности, мы захотим самоуважения и, соответственно, потребуем реализации пусть не политических прав своих, но гражданских прав. Чтобы к нам прислушивались, чтобы власть была нам подотчетна, чтобы власть разделилась на ветви и контролировали эти ветви друг к другу. В чем смысл, собственно, разделения власти на ветви, да? Взаимный контроль между ними, конкуренция и невозможность какой-либо из этих ветвей власти узурпирования своих полномочий. И после Болотной площади, конечно, были ощущения, на которые я ходил, было ощущение, что какое-то позитивное изменение в обществе происходит. Но после того затмения тотального, которое случилось у людей после присоединения Крыма, после того, как стало понятно, что имперская тоска, ностальгия по империи гораздо более значима и весома для людей, чем возможность получения свободы, когда они готовы, выясняется, жертвовать их свободой своей. И возможностью развития, прогресса, модернизации ради каких-то удовлетворения каких-то фантомных болей, иллюзии даже восстановления былой имперской мощи. Когда они с такой радостью, готовностью отреагировали на шельмование украинцев, когда ближайший братский народ, главнейший братский народ... Для многих это члены семьи просто. Это не фигуральные члены семьи, это настоящие члены семьи. Это крупнейшее этническое меньшинство в России, украинцы. И это полное взаимопроникновение и культуры, и семейное, и литературное, и любое, понимаете? И у них огромное количество русского населения, и у нас огромное количество украинского населения. Это наш ближайший братский народ. То, с какой легкостью, просто из-за умелого использования телевидения в целях пропаганды, по Геббельсовским рецептам, мы забыли о настоящих подлинных семейных исторических связях, как мы озверели и поверили в то, что это враг, что это какие-то мифические фашисты из черно-белых фильмов про войну. Вот это меня, конечно, очень задело и разочаровало. И это заставляет думать о том, вот я со своими этими иллюзиями, фантазиями о том, что благо для нас, для России, для русского народа, это движение по западному изоляционному пути, это прогресс, это развитие. Может быть, я заблуждаюсь? Может быть, не нужно? Можно ли быть насильно мил русскому народу? Вот в чем вопрос. Правильно. Если народу в целом, как опять-таки нам показывают всевозможные опросы, реакции на тот же Крым и все прочее, если народу так нравится, ему так хорошо, так значит, эта власть для народа правильная, он так и должен жить. На самом деле, конечно, ситуация более сложная. Но вот этот вот шок от того, что все твои потуги и с определенным, наверное, все-таки риском, потому что, ну, хотя и не наказывают, да, пока мы же видим пример людей, которых не наказывали, не наказывали, а потом взяли и наказали. И немало таких примеров, да, и наказывали их не обязательно формальными какими-то способами. Ну, у нас бывают странные истории, как, например, вот это вот оскорбление чувств верующих в посте, где было сказано, что Бога нет, или там еще какие-то, но при этом можно призывать там к чему угодно другим людям. Конечно, конечно. Нет идеологии, повторюсь, есть только политическая целесообразность. Суть, смысл происходящего в следующем... Ну, давай тогда попытаемся понять. Зачем, да? Да, как вы это понимаете? Вот для чего нужно ненавидеть Украину, ненавидеть Обаму? Ну, это очень просто. То есть, на самом деле, это рецепт, неоднократно испробованную уже во всех квастоталитарных режимах, и теперь, учитывая, что наш режим тоже постепенно движется в сторону авторитаризма, применяющийся и у нас. Ну, и по старым лекалам, и с использованием адресации к нашим старым советским архетипам пропагандистским. Кстати, про архетипы очень хотелось бы поговорить, потому что мы уже неоднократно в этой студии говорили о том, что власть ведь выбирает специально, наверное, какой-то образ, на который нужно сейчас молиться, да? И кого ругать тоже нужно. Вот почему-то там, например... Ну, я вам так скажу. Смысл, на ваш предыдущий вопрос отвечая, то единственный. Есть люди, которые довольно случайно попали во власть. Довольно случайно. Ну, туда все достаточно случайно попали. Ну, нет, ну, в нашей стране, да? А есть ли? Нет. И, пожалуй, сейчас это так произошло, да? Наверное, Путин был выбран, там, это был один из не первых кандидатов, которых Ельцин перебирал в качестве преемника. Да, это мог быть Степашин, который тоже ФСБшник. И почему Путин, а не Степашин, там, это вопрос. Слушайте, вот это очень интересно. Давайте мы в следующей части с вами... Не забудь главный. ...концепцию построим. У меня все построено. Это писатель Дмитрий Глуховский. И фантастические сценарии, и реальные, обсудим в следующей части. Это «Особое мнение». Никуда не уходить, мы скоро вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает писатель Дмитрий Глуховский. Мы говорим о том, что достаточно случайные, вы говорили, люди попали в политику. И вот, собственно, как стало все развиваться. Я прошу прощения, здесь от Сергея Самарской области объяснение всех наших бед и особого пути. В России не те климатические условия для индивидуального выживания. Поэтому коллектив в России выше личности. Да, но не те еще условия в Швеции и в Норвегии, позвольте напомнить вам. И в Исландии вообще не те условия. И значительные части Канады. И значительные части Канады. Но они как-то справляются там. Поэтому не надо все списывать на климатические условия. Здесь дело все в крепостном праве, мне кажется, изначально. И потом в советском строе, где фактически... Рабство было в разных странах, как мы знаем, в том числе и в Соединенных Штатах. Вот я бы сказал, что у нас лет 200 цивилизационное отставание от Франции, наверное. Во Франции же до Великой Французской революции было совершенно бесправное положение у абсолютного большинства народа. То есть, нищенствовали, умирали от голода буквально и так далее. Слушайте, я вам сейчас аргументы прям накидаю, такие классические. Значит, вы что, хотите как во Франции, чтобы головы резали? Кому головы резали? У нас, по-моему, головы режут в последнее время. Имеется в виду, что все вот эти революционные изменения, которые, как вы говорите, привели к цивилизационным скачкам... Наша революция была гораздо более кровавой и привела к гражданской войне, которая была гораздо более кровавой, чем французская революция, чем наполеоновские войны и так далее. Мы уже через это прошли, просто, к сожалению, все это закончилось для нас гораздо более кошмарной ситуацией, гораздо более жестокой, суровой и кровавой диктатурой, чем там якобинская диктатура. Потому что на диверсене работало не покладая ножа, извините. Тоже, в общем, достаточно страшно. Ну, хорошо. В Британии, в Англии, буржуазная революция, произошедшая на 150 лет раньше, она тоже была связана с определенными жертвами. Так или иначе, европейские народы, мы не отличаемся генетически от них, понимаете? Я не считаю, что русский народ ущербен каким-то образом с точки зрения генетики. Свободен не склонен. Нет, это последствия. И это последствия, на самом деле, это как выведение евреев, мы сеем, из Египта. На самом деле, последствия, которые можно преодолеть в течение одного поколения. Только каждое новое поколение, каждый раз, когда во власти оказываются снова проходимцы, в их интересах продолжать оболванивать население для того, чтобы остаться во власти. И при всех талантах Владимира Путина как тактика, тем не менее, надо признать, что власть попала случайно в качестве назначенца, и те люди, которым он по истечении двух президентских сроков себя сегодня окружил, которые окружают его, это назначенцы-назначенцы. То есть, это люди, в принципе, совершенно случайно во власти находятся, которые, я думаю, в той или иной степени должны чувствовать подсознательно свою неуверенность. И суть всей проводимой ими политики заключается в том, чтобы остаться у власти как можно дольше. Все. Больше никакого смысла задачи нет в этом. Не надо искать стратегии. У них нет никакого плана, никакого нет проекта великого для страны. Они не знают, что они хотят делать с Россией через 10, через 20, через 30 лет. Они примерно понимают, как они хотели бы своими семьями войти в список 300 или 400 семей, которые управляют миром, которым принадлежат основные капиталы и индустриальные ресурсы. Вот это план. А проекта для страны, развития страны, превращение России действительно в державу, а не симуляция возвращения в рамки супердержавы, у них, я думаю, что нет. И смена врагов. Вот этот калейдоскоп врагов и национальных приоритетов. И траектории, по которым должно государство развиваться. Сегодня мы дружим с Западом, завтра мы не дружим с Западом. Теперь мы поворачиваем Китаю. Выясняется, что Китай не хочет нас. Мы разворачиваемся обратно. Мы с Турцией дружили совсем недавно. Да, с Турцией мы дружили. Теперь мы с ними воюем. Это Эрдоган у нас теперь враг. Вот эти метания, они просто показывают на отсутствие какой-либо стратегии, какого-либо внятного представления о том, что нам надлежит делать со страной. Как мы планируем возрождать ее. Куда мы вообще собираемся идти. Есть только суперкороткий тактический какой-то промежуток, тактический перспектив. Я вас хочу как реагирование на повестку дня. Я хочу вам предложить такую игру, а вы в нее наверняка все равно играете. Вот представьте себе некую фантастическую ситуацию. Вот исчезла вот эта вот группа граждан, которые сейчас борются за власть. Нам любой слушатель сейчас скажет, конечно, ничего хорошего, придут какие-нибудь либералы, и мы тут все наплачемся. Но вот представьте себе, приходят другие люди. Что меняется? Вы знаете, здесь история заключается в том, что у меня в книжке, прошу прощения за самоцитирование, Метро 2035, есть эта история. Вот есть же средневековый миф про рыцаря, который побеждает дракона и становится сам драконом. У нас ситуация усугублена тем, что это не дракон, а гидра. У нее много голов, и все, о чем мечтают эти ланцеводы, это просто, чтобы стать одной из голов. Они рубят эти головы только, чтобы встроиться на их место. Вы сейчас на кого намекаете? Я ни на кого не намекаю. Это ведь метафора. И действительно, пока система устроена так, пока система устроена так, любой человек, приходящий, то, с чего мы начинали, приходящий во власть, он либо будет властью перемолот и встроен, либо он будет ему просто сломать хребет и вышвать наружу. Точка. И, возможно, начинать нужно было бы с реформы законодательства, судебной системы и правоохранительной системы, настоящей реформы. Потом надо было бы выращивать средний класс путем блокирования деятельности правоохранительных органов, которые кормятся средним классом, сделать ставку на средний класс. И потом, в 20-летней перспективе, средний класс сам потребует этих политических прав, сам создаст политические партии, и сам будет осуществлять надзор за властью. Поэтому средний класс является главным противником действующей власти. Поэтому, несмотря на все слова о поддержке среднего класса, после того, как он выступил на Болотной, власть этому прекрасно осознает его опасность. То есть, поддержка власти, это, с одной стороны, силовики, которые зависимы полностью от нее, и которые являются опорой режима. И, с другой стороны, люди, которые балансируют на грани бедности, при этом зависят от бюджетных ассигнований. Я вам скажу, что не совсем с вами согласна, потому что существует прослойка людей, которые вроде бы не являются верхним слоем сливок, но при этом вполне себе встроены, и именно, что занимаются просто другими делами, не политикой. Неважно, в какой сфере. Они страну любят, так же, как, в общем, и все нормальные граждане с нормальными мозгами. Они не спорят, не борются с политическим каким-то... Они решают свою задачу. Неважно, какая это задача. Медицинская, образовательная, какая-нибудь еще. Почему на этих людей нельзя ориентироваться? Почему из них нельзя делать каких-то новых, я не знаю... Почему власть, кстати говоря, их не делает своим, ну, не знаю, фронтом главным? Почему... Независимые люди власти не нужны, во-первых. Потому что они представляют собой потенциальную опасность. Нужны люди встроенные, системные. Это раз. Хорошо ли я отношусь к людям, которые просто занимаются своими делами, но я к ним хорошо отношусь. Спасибо, что кто-то делает свое дело, и, возможно, от власти независимый, не пытается к ней как-то присосаться к бюджетным потокам и так далее. А теперь, могут ли эти люди вытащить страну? Нет. Потому что и когда есть грандиозная, по своим масштабам, политическая воля и возможности взять и просто переломить усилия десяти лет экономического роста через колено ради удовлетворения политических амбиций группы людей, не очень многочисленной. Что бы ты ни делал, люди там строили бизнес, туристический бизнес, например, ресторанный бизнес. Ну, вам скажут, что все-таки Путина мы благодарны за то, что он прекратил войну в Чечне, а победил олигархов, которых мы так боялись, которые пытались с нами управлять. Послушайте, ну, одних победил, а другие в итоге получают сейчас эксцессные подряды. Ну, и что? Ну, это просто смена массовки. Одни олигархи выехали, там кто-то повесился на шарфе, там кто-то поскользнулся где-то и так далее. А кто-то в тюрьме отсидел 10 лет. А кто-то в тюрьме отсидел 10 лет. Ну, другие люди пришли. То есть, это все... Это как на Украине ситуация. То есть, изображать там... У них есть олигархическая колода, достаточно не очень толстая, да? И она просто перетасовывается к революции. И если приходят к власти те, с кем мы не хотим догадаться, потому что мы брезгуем, мы говорим, что это фашисты. Хотя, там, за срок до этого мы прекрасно с этими людьми вели переговоры. Они летали к нам, мы летали к ним, мы все дружили. Да есть еще в мире много достаточно неприятных людей, с которыми мы общаемся, летаем к ним в гости, вели к переговорам. Много приятных людей, и с огромным удовольствием мы с ними общаемся. Вот. Поэтому, просто если говорить о том, как все это вырулить, ну, у меня в данной ситуации, вот сейчас, да, я не сказал бы, что у меня это, так сказать, какое-то возмущение. Я уже... Это стадия... Теперь уже тоску. Это неприятие и возмущение уже прошел. Да, я понимаю, что... А, так это уже как в стадии принятия болезни? Это не в стадии принятия болезни. То есть, как бы, это надо понимать, что... Вот оно действительно так. Людям нравится, да. Самолет, возможно, там в штопоре находится, летит вниз. Ну, и дальше, как бы, принимай решение определенное. Но кабина задрайна. Какое решение вы принимаете? Не знаю, с парашюта может прыгнуть. То есть, у вас есть такой вариант, что вы можете выпрыгнуть с парашюта? Я не знаю. Но пока еще, как бы, земля далеко, можно присесть в кабине и позырить, что дальше. Ну, тогда самый последний роковой вопрос современности. Зачем нынешней власти нужен товарищ Сталин? Это очень интересно. Это очень интересно. Мне кажется, что, во-первых... Почему его пыльного все время достают и носят туда-сюда? Ну, во-первых, по сравнению со Сталином Путин смотрится прекрасно. А! Как современный, прозападный. Молодой, значит, прогрессивный деятель. Без акцента говорит. Без акцента говорит, но это да. То есть, как бы Сталин, это пугало, на самом деле. С одной стороны, да. И с другой стороны, для либеральной интеллигенции это пугало. Это однозначный такой антигерой. Пульс отторжения. А с другой стороны, это такая профункционная, пропагандистская модель, олицетворяющая былое величие куклы олицетворяющих... Ну, почему же не Крущев-то? Почему же величие-то не космос? Крым отдал. А в космос полетел? Ну, вот. И по этому поводу у меня есть другая теория, заключающаяся в том, что... И не вполне она моя даже. Заключающаяся в том, что стандартному образцовому среднему советскому и российскому гражданину не дано познать уважение к себе. Ну, не дано. То есть, он постоянно находится в каком-то таком полнопуганном состоянии. Он не имеет возможности себя как-то начать уважать. Он не может быть в себе слишком уверен. Единственное, на что он надеется, что государством он никак не пересечется. Его недокармливают, его могут, не знаю, там ни за что повязать. И он прекрасно помнит на генетическом уровне, что бывало с его бабушками и дедушками, которые просто там, не знаю, их квартиры кому-то привезли. Помнит и хорошо. Непонятно, почему ему это нравится. Потому что невозможность почувствовать уважение к себе он замещает восторгом, который испытывает, когда знаешь, что его, его всю страну, империю, боятся на мировой арене. Русский человек путает понятие бояться и боится и уважать. Бояться и уважать. Вот боится значит уважает. Я не думаю, что в других языках это выражение вообще присутствует. Нас так мало, за исключением космоса и балета, уважали за рубежом и каких-то там спортивных достижений, что мы привыкли подменять ощущение уважения к себе ощущением страха к себе со стороны наших европейских и прежде всего соседей. И мы... Субтитры создавал DimaTorzok